Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гурарье. Итак, в Израиле прошли третьи внеочередные выборы. Что они принесли? Оправдались ли надежды, так сказать, избирателей? На эту тему мы поговорим с политтехнологом Давидом Эдельманом, с которым мы неоднократно обсуждали предвыборную ситуацию и накал предвыборных страстей. Давид, добрый вечер! Добрый вечер! Итак, правящая партия Ликут – 36 мандатов. Оппозиционная партия Блок Кахоль-Лаван – 33 мандата. Казалось бы, всего 3 мандата, но 58 – праворелигиозный лагерь, 55 – условно говоря, лево-центрический. И опять никто не может сформировать правительство, опять нужно драться. И семьи у партии МВИ. Но, вы знаете, в день выборов Бениамин Атаньяков, преждевременно объявив о своей победе, заявил, что эти выборы были вотумом доверия к нему и сказал о великой победе. Это заявление было, ну, явно, несколько преждевременным. Великой победы не получилось. Более того, если рассматривать выборы, как попросил сам Атаньяков, как вотум доверия к нему, это был вотум недоверие, потому что большинство в Кнессете получили партии, которые требовали отставки премьер-министра, находящегося под судом. Напоминаю, что суд по делу Атаньяков начинается 17 марта. Хорошо, начнется суд. Но, тем не менее, до 17 марта премьер-министр, так сказать, Бениамин Атаньяков должен сформировать правительство. До 17 марта он не должен сформировать правительство, потому что... Ну, начать формирование виноват. Нет, даже не начать формирование не должен, потому что клятва членов Кнессета происходит через две недели. Так специально было придумано Атаньякову, и, соответственно, присяга членов Кнессета выпадает на 16 число. Если бы у Атаньякова было бы уже твердое большинство, то, вполне возможно, он бы провел какие-то законы, которые отменяют суд. Ну, например, так называемый французский закон, по которому премьер-министр не подсудил. Французский закон вообще-то говорит о президенте с ограниченным количеством каденций, но его пытались переложить на израильский лак, и это получалось практически вечная неподсудность премьер-министра, если он будет переизбираться. Так вот, он бы провел этот закон. Сейчас есть большая угроза, что в 16 марта, сразу после снесения присяги, будет проведен другой законопроект. Законопроект, который выдвигает несколько оппозиционных фракций, это законопроект о том, что премьер-министр, находящийся, ну, что человек, находящийся под судом, не имеет права формировать правительство. Каковы шансы на прохождение этого закона? Что? Каковы шансы на прохождение этого закона? На сегодняшний день его точно поддерживают 33 депутата от партии Какойлован, 15 депутатов от Объединенного Арамского списка, 7 депутатов от партии Аваденод, от блока Аваденда Гешер Мерец, и, скорее всего, его поддержит партия НДИ, на это, я думаю, будет решаться завтра. Но, опять-таки, у НДИ оказались снова ключи от формирования коалиции, от создания правительства, и попытка обойтись без этих ключей при помощи отмычек или взлома не прошла. Давид, выборы прошли, в принципе, никто не ждал от них никаких, так сказать, чудес, и, в общем-то, чудес практически не было, но одно единственное чудо, на мой взгляд, это то, что явка избирателей была больше, чем в прошлый раз. Чем вы это объясните? Во-первых, за счет кого была больше явка избирателей. И все-таки чудо на этих выборах произошло, но это нам чудо, скорее всего, не понравилось. Чудо на этих выборах произошло. Я просто хочу напомнить вам, что меньше года назад на апрельских выборах прошлого года две арабских партии, которые прошли в НЕСЭП, а пока сейчас образовали объединенный арабский список, вместе набрали 330 тысяч голосов. На данный момент подсчет голосов еще не закончился, объединенный арабский список имеет более 575 тысяч голосов. То есть это они выросли на 240 тысяч. О чем это говорит? Это говорит, прежде всего, об увеличении явки арабов на избирательные участки. У этого успеха арабского списка есть один великий компейнер, который помог ему. Это, наверное, лучший компейнер на Ближнем Востоке точно, может быть, во всем мире. Это Бенемин Натаньягов. Бенемин Натаньягов с своими заявлениями от выборов к выбору о том, что арабы садятся на автобусах и едут к избирательным участкам, о том, что надо установить камеры, надо не допустить арабов на выборы, о том, что без Ахмеда Тиби не будет правительства, он умудрился разбудить силы, которые до сегодняшнего дня просто находились в полуспящемся состоянии. Я просто, поверьте, никогда такого не могло быть, что одна группа избирателей, у нее в течение года избирательная активность повышается в два раза. Они по мандатам поднялись в полтора раза, с 10 мандатов до 15. Если мы берем по избирательной активности, учитывая, что арабы голосуют не только за арабский список, то подъем арабской избирательной активности был почти в два раза. Вещь невозможная. И на месте объединенного арабского списка надо поставить золотой бюст Вениамина Натаньягу за ту помощь, которую он им оказал, за то, что он так сумел. Теперь вопрос, что делать дальше за арабами, которые вошли, в принципе, только на этих выборах уже вошли в израильскую политическую жизнь. До этого, до этих выборов об арабах, все время, когда говорили в Израиле, в израильских арабах, арабах гражданах израилев, они говорили как о политическом объекте. Но тут можно купить, там можно что-то добавить, тут можно перекупить их голоса. В основном ими пугали, лучше всего это делал Бениамина Натаньягу, с этого момента они не субъект. Это третье по величине фракции, это 15 мандатов, 15 мандатов, они чуть не взяли 16-й, и учитывая, что даже в этом состоянии они взяли не потенциал арабского сектора, то можно предположить, что они будут расти и расти. Это одно и один из побочных действий, но такого вот агрессивного кампейна, который проводил Минни Минна Таньягу. И этого отжима уже не затолкаешь. Давид, ну кроме того, что в очередной раз, как бы в третий раз, ключи от коалиции в широких галифе Авигдора Либермана, есть варианты всевозможных манипуляций и попыток расколоть левоцентрический лагерь. Мы уже слышали сейчас много версий о том, что Леви Абукасиев пытались переманить, но вроде как она сейчас это решает. Будет продолжаться, на ваш взгляд, вот эта вот игра, так сказать, как она даже трудно ее назвать, не в поддавке, а, наверное, в вышибало. О, была такая детская игра, в вышибало, да? То есть выбить кого-то из этой вот цепочки. Безусловно, попытки будут. Но мы с вами это обсуждали после первых выборов, и я помню, что мы оба тогда сошлись во мнениях о том, что это напоминает израильский анекдот, о том, что израильский мальчик, прежде чем он переспит с девочкой, сообщает об этом в фейсбуке или в инстаграме. В результате никакого секса уже не будет. Да? Они тогда, прежде чем договориться с каким-либо депутатом, Натан Эшель публиковал имя этого депутата. Теперь, как обычно совершается договоренность? И когда у нас были перебежчики, были дезерктивства, все это было в истории израильского КНЕСЭТа. Но обычно, втайне, совершаются договоренности, потом депутаты заявляют о выходе, и уже потом этому дается обоснование и так далее, и так далее. Ликут повел себя, как обычно, в нагляд. Это хорошо для агитации, это плохо для любой дипломатии, для любого заключения сделок. Почему? Потому что они еще до выборов, и в день выборов, когда были экзит-пулы, они объявили, мы ищем предателей, подонков и проституток. АУ отзовите. Во-первых, огромное количество людей, которые находятся в КНЕСЭТе, не то, чтобы они не могли быть предателями, проститутками и подонками, но идти на это, когда тебя так именно называют, они не готовы. Во-вторых, уж если идти, как предатель, подонок и проститутка, но тебе должны очень хорошо заплатить. Мне говорили, был такой слух, не знаю, насколько он уверен, о том, что люди, Натаньягу, встретившись с доверенными людьми, Орли Леви, когда начали говорить о том, что, может быть, она перейдет, они же сразу объявили, что мы отдадим пост министра здравоохранения, доверенные люди Орли Леви сказали, а почему министра здравоохранения? А может быть, министра финансов? Понимаете? Если уже продаваться, если жрать свинину, то по-царски, да? А понятное дело, это было Галливатно, когда у них было 60 мандатов, и им нужно было перекупить одного. Но, сейчас, когда им не хватает как минимум 3 мандата, как минимум 3 мандата, им нужно перекупить 3 человека на важные должности, и в этот момент, понимая, их слабость происходит следующее. Только что, Миравкоин из Коколь-Лаван сказал, что лично мне звонили из Ликуда, прилагали пост министра социального обеспечения, зная, что я занимаюсь пенсионной тематикой, я прошу, я обращаюсь, чтобы ко мне больше не звонили, я не такая, я жду трамвая, да? то есть, сейчас звонили депутату, или не звонили, любой депутат, который захочет самоутвердиться, будет выходить в прессу, и заявлять, мне предлагали, полцарства, то есть, я девушка, то есть, я девушка честная, и так дешево не продаюсь. Да, мне предлагали, но я имела мужество послать Минемина Натаньягу в темное, теплое, но плохо пахнущее место, и все. Так что, четвертые выборы? Я не знаю, четвертые выборы, по идее, мне вот интересно, когда наступит момент, когда, как сформулировал Ари Кельман, право, 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 право верный, да, которые, вот до последних часов, пели песенку, Либерман антисемит, Либерман антисемит, когда они вдруг обнаружили, что Билли 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 Билли, у них точно нет коалиции. И как они себя будут в этот момент вести? Потому что уже вчера... Совершенно естественно будут вести. Первый раз, что ли? Это же политика. Нет. Будут целоваться в засосы, и все. Тут еще надо, чтобы согласился, да? Согласился. Вчера, когда это у право религиозного лагеря было еще только... Было еще 59 или 60 мандатов. Под вопросами или 59 или 60, сейчас у них уже 58. Так вот, когда было еще 59, 60, религиозные фракции сразу заявили, что они совершенно не против войти в коалицию с Либерманом. Ребята, понятно, что вы не против. Никто не спорит о том, что вы не против. Вопрос в другом, что глубина, длина плевков должна быть равна перпендикулярно глубине ублажения. Вот как они будут ублажать Либермана, мне непонятно, но по большому счету я думаю, что те условия, которые Либерман выдвигал в апреле и в мае прошлого года для сегодняшней коалиции Натаньягу кажется просто райским. Давид, прошел слух о том, что партия Ликуд пытается переманить некоторых представителей партии АВОДА, блока АВОДА Мэрец, в частности, лидеру этого блока, который нынче у нас без усов, поэтому усатым его не назовешь, было предложено втихаря место президента. Да, но дело в том, что выборы президента только в следующем году, летом, то есть через 15 месяцев, 15 месяцев для израильской политики это вечность, чтобы он перешел, в принципе, вот теоретически, если бы было 59 мандатов, можно было бы предположить, что он бросит партию, которую он возглавляет и перебежит вместе с Орли. Но сегодня даже их двоих недостаточно. для того, чтобы он получил президента, нужно сейчас ему дать как минимум министр иностранных дел. Вряд ли, я думаю, что это уже невозможно. Это может быть было возможно еще вчера. Сегодня это невозможно. Другой вопрос, какие вообще сейчас будут идти процессы внутри не проигравшего, сказать победившего, потому что они 62 мандата. Но внутри блока, который можно условно назвать не Биби, потому что единственное, что объединяет тех членов этого блока, это то, что они не хотят Биби премьер-министром. А так между партией Кахоль-Лаван, партии Блоком Мавадагиши-Мерлиц и арабским объединенным списком, конечно, очень мало общего. Но если брать как ботом доверие, то эти партии получили большинство и это будет уминистрирование доверия нет. Другой вопрос, что тут надо сказать, Кахоль-Лаван вполне возможно будет что-то пересматривать внутри, потому что можно по-разному оценивать, ну, как вел себя Пенимин Натаньягу. Многие говорят о том, что это был самый грязный кампейн в Истоке Израиля, о том, что Натаньягу действительно помогали зарубежные лидеры и так далее. Но то, что Кахоль-Лаван провела абсолютно бездарный и беззубый кампейн, ну, по-моему, спорить никто не будет. А есть шанс, что они расколются? Я думаю, в нынешней ситуации нет. Особенно учить, что опять-таки сегодня мы не то, что вчера. Уже это у Ликуда нету, ни венового блока Натаньягу нету ни 60, ни даже 59. В результате Ганс может говорить, что в принципе те, кто против Натаньягу получили большинство и есть шанс, что они устают. Другой вопрос, что я думаю, что для многих было бы уже вот сейчас облегчением, чтобы эта вещь наконец закончилась, потому что лучше ужасный конец, чем может без конца. Спасибо. Спасибо, Давид Эдельман. Но я думаю, в течение ближайшей недели может быть двух появится определенная ясность и мы узнаем, идем ли мы снова на четвертые выборы, к которым мы уже привыкли, перманентное состояние или все-таки у нас будет правительство. Спасибо. Дорогие друзья, программа Тема дня. Продолжаем следующий выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok